всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в россии обожают запекать все под майонезом что на самом деле чудовищная глупость майонез это холодный соус он состоит почти из 80 процентов растительного масла остальное приходится на яичный желток это в домашнем в промышленном личный порошок дальше там идут уксус горчица и чаще всего крахмал в качестве загустителя при нагревании тему все распадается на составляющие и получается что ваши продукты запекаются под чудовищным количеством растительного масла ну представьте обычном стандарте берут какой-то самый ужас такой российской кухни мясо под майонезом значит возьмите там мясо расстелите по вашему противню укройте там луком еще чего-то а после чего залейте все пачкой майонеза пачка майонеза до 250 а то и 350 грамм то есть по сути получается что вы заливаете вот 250 грамм майонеза это значит 200 граммов масла стакан масла в судил выливаете а если 350 практически почти 300 миллилитров масла залить вот это вот мясо и запекать чудовищно жирная штука да у испанцев тоже есть подобные рецепты условно подобные когда они берут картошку и варит его в масле там тоже берут стакан масла заливают картошку варится потом слить это масло и в картошке остается в лучшем случае ну две ну три столовых ложки то есть 30-45 миллилитров в пять раз меньше минимум пять раз меньше картошка на кучу картошки они стакан у французов жирный майонеза выполняет бешамель который в отличие от майонеза прекрасно подходит для запекания к тому же и близко не такой жирный и к тому же на этапе создания этого соуса его можно очень разнообразно ароматизировать что еще больше расцветит вкус готового блюда под бешамель запекают мясо рыбу овощи всякие лазаньи короче все что угодно я недавно у китайцев купил вот такую классную посудину холостяцкая сковородка на одну порцию на такую хорошую порцию объем ее если под самый верх 750 миллилитров чем посудина меньше тем быстрее продукты в ней прогреются значит быстрее можно садиться за стол и так для бешамеля понадобится молоко мука масло это основные ингредиенты а для ароматизации черный перец лук репчатый веточка розмарина веточка базилика лавровый лист и мускатный орех если найдете зеленый шалфей и зеленую часть лука порей тоже используйте будет вообще отпад запекать я буду простецкий набор картошку курицу лук и грибы эти продукты доступны на любой холостяцкой кухне так поехали начнется все с ароматизации молока для бешамеля закладываю в кастрюлю все продукты надо довести до кипения убавить огонь и варить без кипения уже минут 15 пока молоко ароматизируется подготовлю все остальное что процесс запекания потом чтобы быстрее резать буду не крупным кубиком не обязательно было брать именно куриную ножку прекрасно подойдет и мясо грудки но в любом случае эта косточка не отход забрасывайте в морозилку когда наберется достаточное количество готовьте из этих косточек из шкурок куриных обалденный прекрасный насыщенный красный концентрированный бульон до мигляс почти до мигляс ролик на канале был вот сюда вот ссылочку повешу есть не забуду это отличнейшая просто снова для большинства мясных соусов гриб тоже нарежу не крупными кусочками теперь все смешать приправить солью перцем и пары капель растительного масла вот эти капли масла которые положил для более равномерного распределения перца по всему объему продуктов большинство ароматических веществ жирорастворимы вы знаете поэтому добавил масло в масле вещества растворятся оно более равномерно все вволочует так что время не терять можно уже отправлять все это дело в духовку она предварительно разогрета уже до 200 градусов верхний и нижний нагрев никакой конвекции процесс запекания пошел надо разбираться с бешамелем тут все просто сухом сорейнике слегка обжариваем муку сначала без масла так вот до легкого кремового оттенка и появление орехового аромата чем сильнее жарим тем более сильный аромат получается не сожгите это моментально происходит теперь кусочек масла сюда из молока которая уже сейчас от выбрала все вкусы ароматы пора все лишнее удалить мука с маслом уже в порядке начинаю смешивать очень важно вливать молоко по частям и пока предыдущая часть полностью не перемешалась муку и маслом со следующей не спешить иначе получите комочки ингредиент 2 2 2 3 2 2 3 2 2 Как только все смешали, убавляем огонь и выправляем на вкус. Соль, перец, мускатный орех. Все-таки бешамель – это король соусов. И что я вам хочу сказать. Если прошерстить весь интернет, то в 99 случаях из 100 вы увидите, как бешамель готовится без ароматизации молока. Так вот это не соус, это пол соуса. Это только его заготовка. Это база. Создать базу очень важно, чтобы она была гладкая, однородная, с бархатистой текстурой. Но вкус у него практически не будет. Ведь откуда там вкусу взяться? Ну что, молоко, мука, масло – все. Оно же безвкусное все. Соль, перец незначительно выправляют ситуацию, но незначительно. Вот если вы предварительно ароматизируете молоко всем, чем вам в голову придет, то это совершенно по-другому звучит. И лук, как бы это странно ни звучало, лук в молоке дает самую мощную ноту. И она очень классная. Так что вот готовьте так. И вы будете просто восхищены этим соусом, влюбитесь с него. И будете все запекать под бешамелем. А не под майонезом. Все, можно заправлять. Все процедуры завершены. Остается только ждать. Время запекания зависит от нескольких параметров. Во-первых, реальная температура в духовке. Во-вторых, материал и толщина формы, в которой вы готовите. И в-третьих, толщина слоя продуктов, которые вы готовите. В моем случае все это дело займет примерно 25-30 минут. Ждем. Ну и можно приступать к трапезе. Всего, заметьте, у меня на приготовление такого классного ужина или обеда ушло в общей сложности порядка 50 минут. Из которых 30 минут ожидания уже готового в духовке, когда я занимался своими делами. И 20 минут на подготовку. Где-то в общей сложности 15 минут у меня ароматизировалось молоко. 5 минут я что-то резал в этих самых промежутках. Ну, вот считайте так. Если будете готовить не вот одну такую большую мужицкую порцию, скажем, на нескольких человек, ну, прибавьте еще плюс 5 минут на нарезку. Максимум. Короче, это дело готовится быстро. Если у вас посудина для запекания больше размером, или она глиняная, к примеру, или толщину положите большую, ну, тогда не 30 минут будете запекать, ну, а может быть 40-45. Ну, время, короче, увеличится незначительно. А на выходе вы получаете классную штуку. Дайте мне уже попробовать. Так. Смотрите, какая классная штука. Вот эта вот подрумяниность, это заслуга бешамеля. Это он таким совершенно замечательным образом румянится. Ой. Ммм. Ммм. Великолепно. Просто великолепно. И что касается жирности бешамеля. Вот заметьте, я здесь на две картофельные, каждый вес где-то по 250 грамм, то есть на полкило картошки, и на одну куриную ножку, и на луковичек, на этих парочку, каждый где-то на граммов по 50-70, положил 330 литров молока и 15 граммов масла. Всего 15 граммов. Да, я картошку тоже там на нее накапал, немножко масла. Но вы посчитаете, может быть, 2 чайных ложки, то есть еще 10 миллилитров. То есть 25 миллилитров. Если вы майонезом вот так же заливали, как я залил бешамелем, у вас майонеза ушел бы, ну вот видите, 330 миллилитров, да, то есть считайте 330 миллилитров соуса нужно положить майонезного. Это значит, у вас порядка 230-240 миллилитров масла здесь было бы. 240 с майонезом против вот этих, моих жалких там 25-30. Понимаете? Это полезно и это здорово. Мужики, у нас кузов с вами растет не от пива, как вы думаете, а от мяса по-французски, то есть под майонезом. Короче, готовьте, лучше вот так вот смешаем, это классно. Дайте еще раз. И грибочки здесь. А, грибы можно любые. Какие есть? Шампиньоны, лесные какие-нибудь. Можно даже без грибов. Можно морковь добавить. Главное, ароматизировать соус бешамель и у вас получится просто бомба. Это класс. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Это просто, это быстро, это полезно, это нажористо, в конце концов, это вкусно. Напоминаю, по промокоду ФРЕСКО вы можете получить классные скидки на ножи Самура Гольф и на другие ножи Самура. Пользуйтесь, наслаждайтесь аккуратной, хорошей готовкой на кухне. Огромное спасибо за компанию, спасибо, кто ставит лайки, дизлайки, кто делает репосты. Напоминаю, щелкните колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока! Я буду уже есть. Я буду уже это есть. Смотри, сюда. Обалдеть. Обожаю. Обалдеть.